С 1 января 2021 года пенсии выросли на 6,3%. Об этом рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда России по Магаданской области Светлана Коруненко на пресс-конференции. На Колыме около 47 тысяч пенсионеров. Выплаты ежемесячно получают более 40 тысяч человек. У каждого прибавка после индексации индивидуальна. Она зависит от размера обычной выплаты. Это мужчины, которые родились в первом полугодии 1965 года. Они смогут, приобретают право на пенсию в этом году, на обычную страховую пенсию, начиная с 1 июля 2021 года. То есть заявления могут быть поданы во втором полугодии. И женщины, которые родились в первом полугодии 1970 года. В базе Пенсионного фонда индексируют все выплаты, независимо от того, работает ли гражданин. Однако сейчас сумму больше получили неработающие пенсионеры. Трудящиеся начнут получать проиндексированную выплату после увольнения. Также на пресс-конференции журналистам рассказали о возрасте выхода на пенсию. Чтобы уйти на заслуженный отдых на 5 лет раньше общероссийского возраста, требуется не менее 15 лет работы в районах Крайнего Севера и страховой стаж от 20 лет женщинам и от 25 мужчинам. Так кто же в этом году сможет обратиться за назначением пенсии? Она индивидуальная у каждого человека, поскольку установлена не в твердой сумме, а установлена она в процентах к получаемой уже пенсии. То есть, ну, пример короткий. Если у человека его пенсия составляет 10 тысяч рублей, то 6,3% от этой суммы составит 630 рублей. Если пенсия 20 тысяч рублей, не будем вдаваться в какие-то детали, то это, соответственно, в два раза больше. Пенсия в два раза выше и добавка к этой пенсии тоже в два раза выше. В этом случае она будет 1260 рублей. То есть, посчитать достаточно просто. Если у женщины есть двое детей, она отработала не меньше 12 лет в районах Крайнего Севера, а также имеет 20 лет страхового стажа, женщина, как и раньше, сможет получить пенсию в 50 лет. 13 января в России отмечается День российской печати. Он связан с исторической датой первым изданием российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра I в 1703 году. На сегодняшний день в России зарегистрированы тысячи печатных изданий. Ежедневно они распространяют миллионы экземпляров своих работ. В Магадане также трудятся десятки человек, причастных к печати, которые с уважением относятся к труду своих коллег. Накануне профессионального праздника Дня российской печати хотела бы поздравить своих коллег от лица медиахолдинга «Вечерний Магадан» с профессиональным праздником. В первую очередь пожелать крепкого здоровья, особенно это актуально в период пандемии. Также хотелось бы пожелать творческих успехов и реализации наикрутейших проектов. Отдельно хотелось бы обратиться к близким, родным, друзьям, журналистов. Наберитесь терпения, побольше вам мудрости, потому что жить и общаться с журналистом, поверьте, это очень непросто и вы, наверное, меня понимаете. В Магаданской области мужчину убили молотком. 2 января 2021 года в поселке Амсукчан 36-летний гражданин, находясь в алкогольном опьянении из-за личной неприязни к жителю поселка, жестоко избил мужчину ногами и строительным молотком. От полученных телесных повреждений 43-летний житель Амсукчана скончался в районе больницы. По данному делу, Хасынским межрайонным следственным комитетом Следственного управления России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». По версии следствия, 2 января текущего года, в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая чувство личной неприязни к жителю поселка, обвиняемый решил совершить его убийство. Для этой цели он взял молоток, который намеревался использовать в качестве оружия, а также достоверно узнал адрес потерпевшего. Прибыв в квартиру жилого дома по улице Ленина в поселке Амсукчан, реализуя свой преступный умысел, он нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами, а также имеющимся при нем молотком по голове и различным частям тела мужчины. От полученных телесных повреждений 43-летний потерпевший спустя несколько часов скончался в Амсукчанской районной больнице. Сотрудники следственного управления осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли орудие преступления. Обвиняемого задержали, произвели с ним необходимые допросы и заключили под стражу. На данный момент специалисты проводят экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Потом... В дежурные части за различные правонарушения в период с 1 по 10 января 2021 года доставлены 72 человека. О преступности в новогодние праздники в Магадане рассказала заместитель начальника отдела информации и общественных связей ОМВД России по Магаданской области Ксения Лукина. В период новогодних праздников количество сообщений о происшествиях и преступлениях, зарегистрированных в дежурной части ОМВД России по городу Магадану, по сравнению с 2020 годом, снизилось. В эти дни в полицию поступило 715 сообщений от граждан. В прошлом году таких обращений было свыше 950. Из числа совершенных в этом году 65 случаев – это нанесение телесных повреждений, кражи, угоны транспортных средств, мошенничество. 177 – это бытовые правонарушения, то есть семейные конфликты, нарушения тишины. Управление МВД России по Магаданской области напоминает, о случаях противоправных действий можно сообщить лично в дежурную часть полиции или по номеру 02 с мобильного телефона 102 или по телефону доверия у МВД России по Магаданской области 69 66 55, а также на официальный сайт 49 МВД РФ. Актеры Магаданского государственного музыкально-драматического театра приняли участие в международном творческом конкурсе, посвященном литераторам-юбилярам 2020 года Антону Чехову и Михаилу Шолохову. Талант магаданских конкурсантов эксперты оценят 15 и 16 января в рамках Второго международного конгресса волонтеров познавательного туризма, культуры и медиа, живое наследие малой родины и литературного фестиваля «Узнай Россию. Донское слово». Колымские конкурсанты приняли участие в формате онлайн, отправив в Ростов-на-Дону пять работ в жанре чтецкое искусство. Из числа творческого материала три коротких рассказа Антона Павловича Чехова исполнил руководитель литературно-драматической частью Магаданского музыкального и драматического театра Игорь Дадашев. Фрагмент чеховской каштанки представила актриса театра Александра Солдатова. И монолог из романа Михаила Шолохова «Они сражались за родину» прочитал артист Владислав Поляков. Главное – дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В их самый корень жизни, я так понимаю. Сценическая речь – это одно из основных профессиональных средств выразительности актера. Оно входит в базовый курс обучения актерскому мастерству в театральных училищах и институтах, отмечают сами артисты. Все три магаданских участника творческого конкурса в Ростове-на-Дону получили высшее театральное образование. Они владеют искусством сценической речи. В этом масштабном конкурсе участвовали жители 72 регионов России и 28 зарубежных стран. На нем было представлено более 1700 работ. Жюри выбрало из такого большого количества конкурсантов самых достойных. Среди лауреатов оказался Игорь Дадашев с чтецкими работами. Почему жюри выбрало мои работы, я не знаю. Может быть, потому что я сделал свои три коротких рассказа, как короткометражные фильмы. Подобрал соответствующие кинофильмы, кинохронику, столетние давности, фотографии, разные картинки. Для меня, как для режиссера, было важнее создать атмосферу дореволюционной Москвы. Поэтому я перекрыл большую часть своих номеров кино и фотокадрами. Можно сказать, спрятался за ними. А вот для моих коллег гораздо важнее было показать всю свою богатую мимику, актерскую игру. Основным критерием оценки для жюри была подача материала. Из трех магаданских актеров лауреатом стал Игорь Дадашев. Все трое участников награждены благодарственными письмами. Окончательные итоги конкурса подведут в середине января. По итогам фестиваля планируют создать видеосборник из лучших работ творческого конкурса. Сборник направят в федеральные органы, образовательные организации, учреждения культуры, а также в русские школы за рубежом. Редактор субтитров А.Семкин